хетский классический язык самый известный самый развитый из анатолийских самоназвание было нашумнили или конишумнили по городу несу он же конец то есть хатти это называлось у них страна сами не себя называли неси ты что-то типа того поэтому слово несийский или несицкий более правильно однако литературно сейчас хетский значит хитами их называли семиты и через вавилонян слова попало в библию в библии они называются хитами хотя сами себя называли нашумнильцами и в связи с этим уже всех называют тоже хитами более правильно хаттами называть тот народ который им предшествовал сами не себя хаттами не считали отличали себя от них у него другой язык был основной район естественно анатолия то есть современная турция найдено очень много документов счет носителя явно большой то есть много человек явно пользовались основные точки это богатской теперешние то есть хаку хаттус это столица там естественно у них больше всего документов столице было также другие города которые сейчас известны как артакой машат хиюку шаклы и так далее ты все древние хитские города в которых много найдено табличек и отдельные таблицы там по всему востоку потому что они же потом завоевали сирию даже есть в египте отдельные тексты на хетском поэтому они наследили и много государственный язык но скорее всего в последние века он уже вытеснялся лувийским языком то есть лувийский язык более современная такая форма наталийского языка наверно можно сравнить к санскрит и пали в индии то есть хетский был что-то типа санскрита такой классический язык этой цивилизации а лувийский был такой уже разговорный народный и в последние века хетского было вот это вот разделение то есть образованные люди знали как правильно на хетском писать и говорить люди с меньшим образованием они вставляли элементы вот из этого прокрита из лувийского языка скорее всего в ранний период был также билингвизм хацко-хецкий то есть часть хотя бы людей знали одновременно хацкий и хецкий потом они утратили этот хацкий некоторое время только хецкий знали а потом уже была конкуренция с лувийским и на все это также влиял хурицкий язык который там рядом был явно всю эту ситуацию такая ситуация лингвистического влияния нормированы имеется нормированная орфография десятки тысяч табличек все написаны на одной и той же орфографии нормирован сам язык тоже грамматически поэтому трудно определить были ли там диалекты у них была литературная норма ошибки они допускают возможно ошибки связаны с тем что пишет какой-нибудь хури ты неплохо знает язык нельзя установить при при такой хорошей степени нормированности нельзя установить были ли диалекты основном таблички на этом хецком хранятся в турции кара стамбул что затрудняет на самом деле работу исследователям западным потому что они по всяким этим фотографиям работают это немножко не то но вот это именно наследие национальной турции действительно поэтому они так вот хранят сейчас пытаются через интернет это преодолевать публиковать те все таблички изучать в оригинале жанры разнообразные законы они писали магические обряды описывали гадание религиозная всякая литература много мифы историю они тоже записывали развитая культура достаточно было письма договоры инструкции словари примитивная лингвистика какая-то была в виде хотя бы списков слов различные административные хозяйственные документы преподавался в школах были школы у них на которых они язык изучали то есть в общем на самом деле материала много культура развитая и естественно лексика грамматика тоже разнообразно то что жанры разные сейчас основная грамматика 2008 года хофнера мелчерта считается самая современная она уточняет многочисленные грамматики которые до того писали хецкий изучается весь 20 век и до сих пор много словарей этим и логических в том числе реконструирующих вот эти европейские параллели поскольку это самый древний зафиксированные на европейский изучается довольно интенсивно позволяет понять вот какие были древние стадии языка применялась письменность но скорее акадская ну шумерская клинопись она была общая по всему востоку но усвоили они в акадской модификации на этом канале отдельно есть клип про клинопись там можно подробнее все это посмотреть как она развивалась в хетской версии 375 знаков это немного это значит что было где-то 300 иероглифов потому что остальные знаки слоговые 300 иероглифов это первые два класса японской школы вот за два года дети в японии семилетние осваивают взрослый человек 300 знаков два месяца даже если он не способен к лингвистике за два месяца освоить так что я думаю что несложно это было на самом деле но что интересно ранние стадии развития этого письма в основном слоговые то есть они иероглифов меньше употребляли а когда уже последней стадии когда уже народ искать образованный стал там больше иероглифов но это типично для рефической культуры то есть кто искать самые такие крутые они наоборот больше иероглифов вставляют это демонстрирует что они их знают то есть это поздние стадии хетского в самый расцвет и новохетский период они много иероглифов вставляли у них был контакт с шумерами с вавилонянами они у них брали иероглифы и больше их употребляли демонстрировали что они владеют этой сей международной письменностью тогда простые люди они естественно в основном слоговыми знаками они иероглифов не знают основном пишут слоговыми в японии такая же тоже система то есть неграмотный то он пишет алфавитом грамотные иероглифами в целом наличие иероглифов мешает иногда например мешает восстановить числительные которые они иероглифами писали но не резко потому что как правило все равно используется слоговая письма из как правило можно установить как звучало вот останавливать систему гласных то есть какие тут особенности нет звука о и есть четкое противопоставление долгих и кратких они как и японцы долгую писали просто писали рядом эту гласную простую допустим писали знак для ки потом писали и это значит что ки значит что тут долго в общем японским способом означали долготу вот система согласных что тут интересно ну во-первых сохранились вилярные огубленные индоевропейские это действительно древние индоевропейские звуки которые в основном не сохранились в арийских языках с другой стороны мы видим что тут упростились придыхательные придыхательных нет и развилась система противопоставления сильные слабые которая поглотила противопоставления звонкие глухие хотя с этим спорят вот слабые взрывные это на самом деле звонки индоевропейские то есть по другой реконструкции действительно были у них звонки которые противопоставлялись вот этим сильно глухим сильным да по этой реконструкции не было у них вообще звонких были только глухие которые могли произноситься удвоенно и не удвоенные другие тоже все были согласные либо слабые либо сильные возможно вот это вот влияние хатского языка в котором звонких по всей видимости не было хотя возможно были какие-то вот кавказские эти согласные которые на письме не обозначались и вот это все повлияло на фонетику хитского языка которого тут наблюдаем в общем далеко она от того что реконструируется как древние европейская явно это уже под влиянием местных языков у них были многочисленные взаимодействия между звуками в основном того же типа что и других с древних европейских языках типа санскрит латынь то есть как правило гласные стягивались то есть если допустим сочетание нескольких гласных они стягиваются в один гласный или дифтонг дифтонги в хитском были но редко в основном в один гласный кроме того к обычного европейска чередуется в а и у а также я и и то есть было чередование сонорных и гласных это и в хитском наблюдается согласные тоже как и санскрите или в латыни происходит упрощение ряда групп согласных но меньше чем санскрите данном случае то есть некоторые группы согласных хитском упрощаются тоже такие санги там есть ну то есть в общем можно сделать вы что 10 типичные вот эти санги индоевропейского типа но упрощенные меньше их чем в греческом или санскрите в особенности санскрите много санги с другой стороны санскрит язык адаптированный для устного произнесения поэтому там хорошо все так вот объединяется слово воедино чтобы легко можно было фонетически произносить ахет этим не заморачивались чередование есть чередование двух типов чередуется полная нулевая степень то есть полное индоевропейское чередование трех типов то что санскрите наблюдается и впали на этом канале есть точно обширные по по этим двум языкам курсы даже вот в хитском все было упрощено чередовая столько полная степень и нулевая степень в глаголе была сильная основа и слабая основа типичная для индоевропейских но сокращенно то есть в некоторых индоевропейских прям 35 основ глагола в хитском только две основы то есть все достаточно просто было в плане чередований в основном язык фликтивный с окончаниями но есть аналитические конструкции которые вытесняют многие времена допустим причастные конструкции пассивные перфектные и так далее но в целом вся вот грамматик были как типичная европейской то есть и ранее я излагал всякие языки совсем не похожие на наше этот типичная по походит на латынь на санскрит и даже во многих местах проще противопоставляется единственное множерное число но множерное число но не имеет единого показателя имеет просто из всей парадигмы выясняется да то есть есть показатели отдельные падеже и для множенного числа показатели отдельными для этих mour carbohydrates восстановили только числительное для 1 2 3 4 и 7 остальные все числительное непонятны потому что обозначали иероглифами на то что восстановили походит на эндоевропейский допустим 7 шип там 3 terry то есть явно вот похожие какие-то 2 то но вот можно посмотреть парадигму существительного очевидно что во первых да что типичное европейское это склонение в зависимости от основы на что снова кончается это мы во всех тоже старых европейских наблюдаем плодить литовского теперешнего и типичные в общем-то окончании это самое с в номинативе по но у них ваш перешло на конце у них с ваш переходит поэтому такой немножко шагающий язык эш там маш все такое но остальное все в общем довольно если учитывать вот эти все чередования нам известны довольно все типичное типичная опять же система этих поддержек для европейских с их обычными значениями в этом я значение даже не характеризую тут много и про латы и на этом канале про греческий про санскрит и там объяснять что такое типичные поддержки для европейских залогов довольно много раз два три пять залогов но отдельные группы окончания медиа пассив только выражается но медиальный залог опять что же в греческом и санскрите есть этот древний наш европейский залог пассив что интересно выражается аналитически то есть получается он сам древнем языке у него не было специальной формы это конструкция применяется синтаксическая значит что он более новая такая форма но в хитском он уже был калузатив типичный суффикс такой же как санскрите калузатива ну что касается времена не упростились и по сути хитском только два времени прошедшие и все остальное то есть настоящее будущее время различается либо что было прошедшее действие либо что она или может она не относится вообще ко времени или она будет будущим или настоящим все равно прошедшие и не прошедшие но европейские языки обычно характеризуются огромными парадигмами глаголу множеством времен что составляет основной трудность при их изучении поэтому данном случае упрощение да возможно под влиянием вот местных этих языков возможно даже каких-то кавказских там или хатского то есть это индоевропейский язык который усвоили такие условные кавказцы и они в нем многие вещи не поняли и стали говорить гораздо проще возможно так а возможно и не так некоторые предполагают что вот это и есть древнее состояние до европейского вот эти сложные уже формы которые мы наблюдаем латыни или санскрите это дальнейшее развитие то что хецкий уже древний давно обнаружил может быть наоборот вот это вот первая стадия была все остальное уже усложнилось развитой категории вида которые выражаются различными суффиксами есть аналитические конструкции которые напоминают перфект имперфект но это чисто синтаксические конструкции это явно не время но они по тому же типу то есть сочетание глагола быть с причастием не они выделяются к отдельное время в хецком потому что это это чистый синтаксис в данном случае наклонение только либо индикатив либо императив вот для императива есть особое окончание нет окончания особых для других каких-то наклонений они только условно выделяются по аналогии с латынью есть различные частицы которые соединяются с формами индикатива и имеет значение там пожелания запрещение нереальности но это это не грамматическая форма это сочетание частицы с грамматической формы реально в хецком только два наклонения индикатив и императив то есть тоже гораздо проще по сравнению со сложными системами наклонений других древних андоевропейских руках ну вот можно посмотреть на спряжение было два спряжения нами и на хи это близко к тому что в греческом греческом тоже есть нами и на другое окончание первого лица вот отдельно есть окончание презенца довольно близкий к андоевропейским хорошо связывается с тем же санскритом с греческим тоже есть окончание медийного залога есть окончание притрита тоже в общем узнаваемой то есть притрит это прошедшее время и есть окончание отдельные императива в принципе в отдельных местах тоже вполне сопоставимы с тем что происходит в санскрите допустим татанту там и так далее то есть целом можно показать родство этих окончаний с окончаниями других индоевропейских древних языков собственно вот у нас на канале много дискуссий по поводу родства более важно родство в грамматике вот данном случае родство в грамматике доказано то что парадигма глагола явно такая близкая к санскриту да можно показать соответствие а совпадение отдельных слов на которых часто обосновываются это это не показатель родства это может быть показателем контакта или случайного совпадения для того чтобы доказать что именно родственные языки нужно прежде всего доказать что там похожая грамматика ну и вполне очевидно что у хитского и санскрита грамматика похоже это индоевропейские языки в обоих случаях, хотя и сильно разошедшие, имеющие различия в разных странах и так далее, но языки родственные. Личные местоимения в хецком УК, ЗИК, ЭШ, ну в общем система-то нам понятна и знакомая. Противопоставлялась КАШ и АПАШ, КАШ это значит этот, а АПАШ это тот, ну и по некоторым гипотезам еще есть у них АШИ, АШИШ, АШИШ, еще третье было местоимение, но спорят, четко вот это вот КАШ и АПАШ оно четко было. Вопросительное местоимение КВИ, хорошо известное по латыни, и от него образуются всякие КУВА, ПИКУЭС, там и так далее, то есть понятно, что формы вопросительные, тоже полностью арийские, хорошо нами понимаемые. Отрицание НАТТО, тоже нам понятное НАДО, НАТТО, запрещение было ЛЕ, ну то, что отрицание и запрещение различаются тоже, это характерно тоже для санскрита, для греческого. Безличная форма глагола, причастие АНТТО, хорошо нами узнается, но у нас и сейчас есть какой-нибудь там АСПИРАНТ, ну в латыни есть, в русских из латинизированных форм попало АНТ, да, остальные менее так формы идентифицированы, эти формы сложнее сравнить с какими-то другими индоевропейскими, но значение у них было именно то же, то есть ГЕРОНДИЯ это ДИПРИЧАСТИ, инфинитив понятно, СУПИН это ЦЕЛЬ, допустим, чтобы он пошел, вот СУПИН в данном случае могу сказать. Были союзы, а союз И там у них был, ну, или ТА, вот ТА, кстати, на славянское тогда походит, да, как союз. Множество частиц, так, парадигмы существительных уже говорил, парадигмы глагола уже приводил, для местоимения еще пропустил, характерно то, что они, как правило, безударные, таки личные, протяжательные и к концу слова присоединяются. но при этом они изменяются, имеют свою парадигму, то есть, в принципе, это отдельное слово, просто вот оно именно такое, инклитика, проклитика и так далее. Вот суффиксы, в словообразовании преобладала суффиксация, суффикс, как мы видим, тоже узнаваемый, АДАР это вот наш этот ТАР, который ТЕЛЬ, ПАЛХАДАР, да, ширина, вот у нас бы что-то через ТЕЛЬ там было, ШИРИТЕЛЬ, вот это аналогичные до европейских суффиксов. В глаголе тоже было много суффиксов, которые образовали как раз различные виды глагола, раз времен только два, а то переносится весь акцент на суффиксы, за счет суффиксов уже всякие отличия в действии обозначаются. Были немножко инфиксы, удвоения, конверсии, но не развито, в основном суффиксальный язык. Порядок слов СОВ с глаголом на конце, вот примеры простых предложений хецких. Определение обычно предшествует определяемому. Как правило, в хецком опускается связка, то есть, как и в славянских, они говорят без связки, если обозначено «ты бог», то есть, не «ты еси», там, «бог», как обычно, да, в индоевропейских, в частности, в романах германских, они просто говорят «ты бог с пропуском связки». Характерно большое количество вот этих безударных клитик, инклитик, безударных различных слов, маленьких, которые присоединяются к концу слова и уточняют его значение, как правило, это местоимение. Даже был специальный порядок, в котором они обычно присоединялись, но они от этого не становятся суффиксами, это именно слова, просто они маленькие, безударные, к концу присоединяются. То есть, образует в итоге некое такое мега-слово, напоминающее вот французскую эту группу ударную, примерно, похожие явления были в хецком. Союзный и бессоюзный тип связи были союзы, которые сложно подчиненные предложения образовали. Что касается заимствований в хецком, язык очень древний, трудно установить, где тут заимствование, где тут древнее слово, но обнаружено много там слов, которые не идентифицируются как индоевропейские. Возможно, заимствованы из языков вот этого региона, тем более в семитский тоже есть определенные слова, которые тоже такие же. Видимо, там какие-то были языки, из которых и семитский, и хецкий брали. Конечно, поскольку был контакт с хацким, обнаруживаются в хецком хацкие слова. Но хацкий плохо известен, поэтому трудно тут определить, какие тут слова хацкие, какие тут еще из какого-то другого языка взяты, непонятно. Крайне мало заимствований семитских, хотя с семитами они издревле контактировали. Возможно, конфликтовали, раз они не любят, мало. Они взяли от них письменность, но почему-то не взяли от них ни одного слова, а вот от хатов они охотно брали слова. Очень много хуридских слов, особенно в религиозной сфере, вот от хуридов брали слова, они охотно. В ново-хецкий период лувийский язык развился и начал влиять, но тут не совсем все понятно. Возможно, просто это ошибки, то есть люди все говорили уже на лувийском, делали ошибки в хецком. Насколько вот это заимствование, непонятно. Это уже просто поздний такой суржик, язык уже модифицировался. Обнаружено в хецком довольно порядочное количество слов, которые можно показать, что это абхазо-адыгские, либо нахсо-дагестанские, то есть что они северокавказские. Но в данном случае спорно. Возможно, это через посредство хатов или хуридов, которые тоже сами непонятно, то ли они родственные северного кавказца, то ли они родственные спорят. Я про это сделал отдельный клип, и там можно посмотреть современную научную картину. Или, возможно, хеты сами контактировали с кавказцами и брали у них слова. Какие-то слова действительно кавказские есть. Естественно, они там весь язык не образуют. Это просто вот отдельные слова, которые говорят о контакте. Я понимаю, что всем хочется, чтобы его язык походил на какой-то древний, но я вот в этих клипах я излагаю именно научные современные представления. Они всегда предположительные. То есть пока точных доказательств нет, ученые предпочитают говорить, что возможно, мы еще не доказали. Вот это есть, это нет и так далее. Поэтому я в таких терминах всегда и выражаюсь. Некоторые обижаются, и обижаться не надо. Можно в комментариях клипа высказывать свои аргументы, говорить вашу позицию без проблем. Если вы там при этом не ругаетесь, себя агрессивно не ведете, изложить свою позицию тут всегда можно. Продолжение следует... Продолжение следует...